Парламентская Ассамблея НАТО будет обсуждать Россию. В ближайшие четыре дня представители стран, входящих в Альянс, будут разрабатывать ответы на гибридные угрозы со стороны Российской Федерации. Угрозы со стороны России станут основной темой для обсуждения на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, которая в пятницу, 25 мая начинается в Варшаве, сообщает Укринформ. В течение четырех дней 260 делегатов из 29 стран-членов Альянса, представители 16 ассоциируемых стран и наблюдатели из 8 стран, международные эксперты рассмотрят актуальные вопросы безопасности, в частности, гибридные угрозы со стороны России. Программа сессии включает дискуссии об угрозах для Альянса с Востока, а также о расходах на оборону стран-членов, отмечают организаторы сессии. Среди вопросов, которые будут рассматриваться в комиссиях во время сессии, вызовы для международного сообщества в контексте гибридных угроз со стороны России, вмешательство России в ход выборов и референдумов в странах Европы, вызовы для НАТО на восточном фланге. Кроме того, будут также обсуждаться вопросы относительно ядерной программы Ирана, ситуации на Корейском полуострове и тому подобное. В день завершения сессии, 28 мая, на ней выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Сталтенберг, председатель парламентской ассамблеи Альянса Пэлла Алли, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр РП Матиуш Моравицкий и другие. Украинскую делегацию на весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО возглавит народный депутат Ирина Фрис. Парламентская ассамблея НАТО основана в 1955 году и является консультативным межпарламентским органом Альянса. Ранее Меркель заявила, что Германии нужны кибервойска для защиты от России. Накануне в НАТО прокомментировали выводы следствия о причастности России к катастрофе МН-17. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондент.нет по материалам сайта Ньюсгроком. Продолжение следует...